Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы будем читать 13 главу этой книги. И первая тема — Варнава и Саввел призваны на проповедь Евангелия среди язычников. То есть это точка зрения, что проповедовать Евангелие можно не только евреям, но и язычникам она все-таки возобладала. И мы читаем. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симон, называемый Нигер и Луций, Кириньянин и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника и Саввел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саввла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Здесь описываются действия, которые обычно совершались при посвящении человека в равенны, в иудейской традиции. Но христианство очень многое переняло из иудейской традиции, потому что до того, как завица в храме не разорвалась надвое, Ветхозаветная церковь была настоящей церковью Бога. А только в день Пятидесятницы возникла новая церковь, церковь новозаветная, христианская. И здесь мы видим, что посвящение происходит в Арнавы и Саввла, что они должны идти проповедовать. Далее. Всеи, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие, в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна, имеется в виду Иоанн Марк, для служения. Здесь мы видим, что синагоги для первых христиан, особенно для апостолов, это были такие стратегические миссионерские точки, куда можно было прийти и начать проповедь о Христе. Потому что в синагогах был такой порядок, когда человек прибывал туда из Святой Земли, Айра Цесроэль, то ему всегда давали слово, чтобы он выступил перед собравшимися. И апостолы использовали этот момент. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Варисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. «Всей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Вот есть такая устойчивая точка зрения, что Савл меняет свое имя на Павел в честь вот этого первого значимого обращенного именно из язычников в христианство. Имеется в виду проконсул Сергий Павел. «А Элима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, здесь уже как бы мы уходим от имени Савл к имени Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал, он обращается к этому волхву, иудеянину, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма. А что значит «до времени»? Здесь можно предположить «до времени покаяния, исправления». «И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев произошедшее, уверовал, девясь учению Господню». То есть этот проконсул стал христианином. И похоже, что действительно в честь этого человека Саввл меняет свое имя на Павел. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пиргию, в Памфилию, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пиргию, прибыли в Антиохию Писисскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели на место для гостей. «После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им, мужи и братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите». Это был такой обычай. Гостям из Эра Цисраэля, из земли Израиля, предоставляли первое слово. «Павел, встав и дав знак рукою, жестом он призвал к тишине, сказал, мужи израилетяне и боящиеся Бога, послушайте». Вот здесь он обращается к двум категориям лиц, к израилетянам и к боящимся Бога. Боящиеся Бога, как известно, существуют в разных народах. В данном контексте это могли быть празелиты, которые интересовались иудаизмом или уже приняли его. Павел произносит обстоятельную речь. Это от 16 стиха и до 41 стиха. В основном она напоминает нам и речь Петра в день Пятидесятницы, в чем-то напоминает, и речь архидиакона Стефана. Но здесь интересный момент с 38 по 41 стих, момент этой речи. Мы на него обратим внимание. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, то есть Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, то есть Христом, всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Здесь идет цитация из книги пророка Аввакума, 1 глава, 5 стих. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, то есть Христом, всякий верующий». О чем это? О том, что мы должны исполнять закон всей крепостью своей души, всем помышлением своего сердца, но там, где у нас не получается, мы оправдываемся Христом, Иисусом, Господом нашим. В этом смысле Христос не отменяет закон, напротив, в некотором смысле он делает его строже. Если раньше было сказано «не прелюбодействуй», он говорит «то, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Если раньше было сказано «не убей», Христос говорит «всякий гневающийся на брата уже человек-убийца». Но человек не может исполнить закон, но исполнять закон он должен, а там, где у него не получится, оправдывается им, то есть Христом, всякий верующий. Далее, 42 стиха. При выходе их из иудейской синагоги, язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Вот здесь мы видим, что иудеи как бы не очень заинтересовались, а вот язычники заинтересовались. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. То есть израильтян все-таки меньше, больше здесь чтителей Бога, обращенных из язычников. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие, потому что за неделю люди обсуждали то, что говорил Саввел Павел. «Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел». Ну, собственно говоря, далее он называется только Павлом. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым, а не к евреям обращаются, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие». Вот так и было, как Христос говорил. «К язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, а наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева». Поэтому Павел и говорит, «вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни». Вот здесь показано, что тот, кто не принимает Евангелие, он не входит в вечную жизнь, как недостойно ее. То вот мы обращаемся к язычникам, то есть мы как бы выполнили миссию, которую поручил Христос наипаче. «Идите к погибшим овцам дома Израилева, а теперь пойдем спасать других». Вы же не принимаете. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Эти слова берутся Павлом из пророка Исаии, 49 глава, 6 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Что значит, которые были предуставлены к вечной жизни, то есть сердца которых были открыты. «И слово Господне распространялось по всей стране, но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первые в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов». То есть они вперед выпустили клейкуш каких-то женщин и прятались за женщинами. «Они же, то есть Павел и Варнава, отрязшие на них прах от ног своих, то есть буквально они отряхнули свою одежду, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радостью и Духа Святаго. Сам Господь научил их, если вас где не примут, отрясите праг от ног ваших». То есть мы видим, что Павел, хотя он не был непосредственным учеником Иисуса Христа, он строго следует учению Иисуса Христа, которое изложено в Святом Евангелии. Продолжение следует...